И всем привет ребят, с вами Mr.Bank, и все записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, а именно обзору нового трофейного устройства на пушку рельса, если вам нравится подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкойнов. Для этого у нас руководителя в аккаунте, что давайте мы личный такт, тактимпай, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо трофейного устройства, то сегодня мне скинули фрагмент, на котором видно рельса с трофеем, на которой играл Орех в рамках нашего матчмейкинга, ну и сегодня мы посмотрим, что же она из себя представляет. Этот фрагментик, к сожалению, довольно короткий у нас, но в любом случае можно что-то интересное из этого фрагмента для себя увидеть. Спасибо огромное ребятам, что вообще в последнее время предоставляют подобного рода контент. Я не встречаю Ореха, я такой контент не вижу, но ребята предоставляют, поэтому спасибо им огромное. Вот за этот фрагментик по камчику. Смотрим на Ореха, который играет на Викинга рельсе. Вы видите его, в принципе, полноценно, целиком, полностью на своих экранах. Ну и можно заметить, что вот только что он выдавал свою рельсу, да, то есть перезарядка у этой рельсы довольно-таки быстрая. Что касаемо урона, да, было фулл хп, стало на кризисе, на кризисе, ну не сказать, что намного меньше, да, то есть за тычку где-то около 1000 урона наносит, наверное, эта рельса. То есть урон у нее довольно-таки небольшой, но при этом скорострельность рельсы довольно-таки быстрая, да, хоть она и не наносит большого количества урона, но она довольно быстрая. То есть я могу сказать, что скорее всего, да, там есть какая-то подкрутка именно, ой, случайно щелкнул, именно подкрутка критического урона под дополнительный дамаг, да, и есть повышенная как раз-таки скорострельность, которая, ну плюс-минус, наверное, работает как скаут, может быть, даже побыстрее. То есть там я для себя вижу, что и быстрый рожок есть, да, быстрый рожок рельсы, вы видите, здесь очень быстрый рожок, быстрая перезарядка, плюс крит с большим уроном, да, то есть потому что обычный урон проходит и проходит довольно-таки слабенький, да, то есть здесь две рельсы подряд, орех наносит, и даже пол хп здесь у игрока не улетело. Третья рельса, к слову, в молоко прошла, хотя якобы она была насквозь, но она зарегала, видите, только дальнего противника, кстати, по дальнему противнику можно посмотреть, сколько урона ему залетело, так как хп тиммейта видно. А, нет, она даже не залетела ни по одному из тиммейтов, понял, это получается орех просто взял и промазал. Из этого фрагмента в целом, короче, что я вижу, да, быстрый перезарядка рельсы, маленький урон, быстрая скорострельность и, предположу, сильный крит урон. То есть у нас совокупность скаута, дефолтных настроек рельсы с быстрым разжогом, да, то есть у нас есть крупнокалиберка и дестабилизация с более долгим разжогом, то здесь дефолтный разжог, плюс скаут, быстрая скорострельность и плюс дестабилизация снаряда, которая дает повышенный урон при критическом выстреле, да. Ну и это полноценное устройство на рельсу. Сказать, что оно жесткое, я думаю, что нет, оно не жесткое. Трофей? Трофей. В целом у нас трофей на рельсу еще в игре, я так понимаю, не появился, да, это одна из самых последних пушек, которых у нас есть и, по сути, оно, наверное, появится как раз-таки уже в начале февраля. Быть может, это не конечный вариант трофея на рельсу, так как, исходя из этого фрагмента, видно, что это очень слабое устройство, да, но, быть может, именно оно появится уже в ближайшее время в рамках возможности получения игрокам этого устройства. Дальше уже судить вам, как вы считаете, насколько оно сильное, насколько оно актуальное, насколько оно интересное. Пишите все свои мысли, ну а по камчику спасибо за подобного рода контентик, который он предоставил, хоть и здесь довольно маленький фрагмент, но из этого фрагмента все равно можно уже что-то интересное для себя увидеть. Поэтому пишите все свои мысли, обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем.